Татьяна Бабичева Я встречала случаи, когда ребенок класса 2-го, 3-го, то есть ребенок не проходивший, как решать систему уравнений, составлять систему уравнений, после этого бежит за помощью к родителям, приносит в ней решенное методом системы уравнений решение. Но зачем такое нужно? Если мы всего лишь распишем все по-простому, распишем простыми словами, мы получим очень простое решение. На самом деле, я сейчас нахожусь в кампусе университета Парисюд, тут я провожу некоторые лекции, семинары, и мне очень нравится стена напротив университета. Тут написано, что анархия – это самое высокое, самое лучшее выражение порядка. При чем здесь эта и математика? Да, при том, что олимпиадная математика зачастую бывает весьма анархична, если вы попытаетесь решить задачу с школьным методом, у вас ничего не получится. Давайте сейчас рассмотрим несколько примеров. Ну, разберем задачу, похожую на ту, которая была в кванте, только с другими числами. Представим себе, что опять пони и гномы перебираются, и их поймали удавы, смотрят на них, считают ноги, считают головы. Пытаются понять, какой вкусный суп будет. Ну, но считали они в этот раз 11 голов и 30 ног. Сколько было пони, сколько было гномов. Ну, давайте покажем более наглядно, чтобы как будем это решать. Хорошо, представим себе, что удавы вначале у каждого отрезали по две ноги. Что произойдет? Удавы отрезали по две ноги у каждого, сделали индексу. Таким образом, так как все, головы было 11, они уже отрезали 22 ноги. 22 ноги отрезаны, съедены, всего было 30 ног, осталось 8 ног. Но гномы теперь без ноги, а у каждого пони теперь по две ноги. Значит, у нас было 4 пони. Ну и значит, у нас было всего 7 гномов. Просто изящно никаких уравнений. С уравнениями мы составляли бы уравнение. Х плюс у равняется 11. 4х плюс 2у равняется 30. Ну, опять же, это уже система уравнений. Зачем переусложнять? Хорошо. Стоп. Хорошо. И последняя задачка. Предположим, что у Ильи книг на одну больше, чем у Татьяны. А у Татьяны, соответственно, на одну больше, чем у Михаила. Вместе у них у всех 99 книг. Сколько книг, скажем, у Ильи? Опять же, как такое решать без уравнений? Ну, нарисуем все на одном рисунке. Прямоугольничек Ильи на один меньше прямоугольничек Татьяны и на один меньше, чем у Татьяны, прямоугольничек Михаила. Нарисовано 3 больших прямоугольничка, равных прямоугольничек Михаила и 3 маленьких, равных единичек. Все вместе это 99. Значит, если мы уберем 3 маленьких, то есть поставим только 3 больших, получится 99 минус 3. Это 96. 96 поделим на 3, получим 32. Таким образом, у Михаила 32 книжки, у Татьяны 33, а у Ильи, соответственно, 34. Ни каких уравнений нам, опять же, не потребовалось. Ну что, сегодняшний квант вам принес немножечко анархии в вашу жизнь. Естественно, на Олимпиадах не стоит писать, что вы отрезаете ноги гномов и варите из них зуб. Можно сказать политкорректно, уберем виртуально ноги или отложим ноги в сторону. Но в любом случае, такое решение будет засчитано. Преподаватели, конечно, посмеются. Ну, вы тоже посмеетесь, представляя себе лица преподавателей. Но это работает. Удачи вам на Олимпиадах. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok